Сегодня в районных вестях состоится премьера еще одной рубрики, посвященной 85-летию района, которая отныне станет еженедельной. Это викторина «Мой край родной». Вести ее будут юные жители подольской земли, начинающие краеведы. Исторические факты, достопримечательности, легенды – все это вы сможете узнать из подготовленных ими материалов. А в конце каждого сюжета прозвучат вопросы, ответы на которые можно присылать на электронную почту. Каждую неделю победители викторины будут ждать призы, подготовленные администрацией Подольского района. Итак, сегодня вместе с Марией Кретининой мы с вами углубимся в предание села Сынково. Село Сынково впервые упомянуто в писцовых книгах 17 века. В 2000-х годах село являлось административным центром Сынковского сельского округа. И только с недавних пор Сынково входит в состав сельского поселения Лаговское. С историей происхождения название села связана интересная легенда. Рассказывают, что около 300 лет назад селом владела Мария Мансурова, богатая помещица, у которой было два сына – Василий и Матвей. Жили они хорошо, даже зажиточно. Но один из местных жителей позавидовал счастью Мансурова и жестоко расправился с двумя сыновьями. Одного убил, а другого через несколько дней нашли в пруду. В честь сыновей трагически погибших село было названо Сынково от слова «сын», а бедная женщина, потерявшая двух детей, от горя и отчаяния лишилась рассудка. По словам местных жителей, где-то в 30-х годах XX века около пруда стала появляться женщина в белом. Старожилы утверждают, лошади, подходя к этому месту, становились на дыбы. А в наши дни на мосту водоемах часто происходят аварии, в которых гибнут молодые люди. Вот такие неожиданные отголоски старой ночной беды. Но есть Сынково и святые места. Одна из главных достопримечательностей – храм Иоанна Богослова, построенный в 1899 году в неолизантийском стиле. Первое упоминание о храме относится к 1628 году. Тогда в Сынково находилась деревянная церковь. Новый деревянный храм был построен в 1757 году, а спустя еще 100 лет в связи с увеличением села было подано прошение о строительстве каменного храма на 400 человек. В годы советской власти в здании храма располагались мельницы, игрушечная фабрика, картонажный цех. Колокольня была разрушена, пожары уничтожили настенные росписи. Но с начала 2000-х годов храм переживает второе рождение. Приходской совет решил приложить все усилия к воссозданию красоты внешнего и внутреннего вида храма, задуманной дореволюционным архитектором. В храм потянулись люди. Складывается дружный приход во главе с настоятелем храма – отцом Александром. Сегодня при храме действует детский благотворительный конный клуб. Активно идет постройка рядом с храмом приходского дома, который послужит одновременно и приютом для детей-сиротов. А теперь вопросы нашей викторины. Кто является автором проекта и веставрации храма Иоанна Богослова в Сунково? С какого года село Сунково входит в состав сельского поселения Лаговское? Сколько лет исполняется в этом году село Сунково? Свои ответы присылайте на электронную почту до 5 августа. Удачи вам!